Символический ключ от нового дома семейного типа был торжественно вручен многодетной маме Надежде Ерназаровой. К сожалению, отец большого семейства на церемонию открытия приехать не смог, был занят рабочими делами. Супруги Ерназаровой – многодетные родители, у которых в любви и согласии появилось на свет шестеро детей. Трое из них выросли и уже покинули родительский дом. Взять в семью пятеро приемных ребятишек – решение, которое далось Ерназаровым, легко. Оба считают, что смысл жизни в детях, и только в большой семье они научатся заботиться о родных и жить в согласии с окружающими. И родные дети их полностью в этом поддержали. Когда брали первых, как бы так загорелись. Потом уже стала такая немножко ревность. Ну, как бы хорошо, отношения между моими детками и приемными довольно хорошие. Разницы нету. Мы как бы всегда стараемся то, что разницы нету, что это братик, это сестричка нету там. Это не родной, родной у нас все родные. Для большой семьи – большой дом. Двухэтажный красавец с просторными комнатами, гаражом и благоустроенный для скрыванцов территорий сразу полюбился маленьким новоселом. Своими впечатлениями о новом месте жительства и девочки, и мальчики делятся с восторгом и с большим удовольствием. Нравится комната твоя новая? Да. А что нравится в комнате? Игрушки. Он самый красивый, теплый, уютный. А тебе? Тоже. Ну, тоже красиво очень. Нравится. Мне очень все-все-все. И гараж нравится. Кровать нравится. Стол, стул и все грузки. Дом семейного типа в городке Огаревичи, первый в Ганцевическом районе и 33-й на Брещене. Буквально на днях в Бресте состоялось аналогичное событие по улице Воснецова. В этом году такие дома планируются построить в Лунинецком, Малорицком и Вацевическом районах и в городе Барановичи. На эти цели предполагается выделить 12 миллиардов белорусских рублей с равнодолевым участием средств республиканского и областного бюджетов. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дома семейного типа становятся настоящей семьей, в которой ребята снова смогут произнести заветное слово «мама». Очень отрадно сегодня мне говорить о том, что детки ежегодно находят своих родителей. Достаточно сказать, что из трех тысяч, которых у нас в области детей-сирот, и которые являются государством опекуном, сейчас уже в опекунских семьях проживает 1200 деток, 700, которые в таких приемных семьях находятся. Ну и вот в таких домах уже более 200 человек проживает, в таких домах семейного типа. На возведение двухэтажного коттеджа банковское учреждение «Беларусьбанк» выделило более 4 миллиардов белорусских рублей. Такова цена за счастливые лица детей, наконец, обрежет долгожданную семью. Поздравить новоселов пришли односельчане, жители агрогородка Огаревичи, представители коллективов и предприятий районов, общественных организаций, а также индивидуальные предприниматели. Когда я по выходным, вот первые выходные посещал этот дом, и когда детки тут играют, чувствуют себя и говорят спасибо, то, наверное, сколько бы это как ни было, хотя это, конечно, окупается со временем, и тем не менее люди помогают. Этот дом мы обустраивали не только за счет бюджета, но у нас 20 предпринимателей, организаций, которые нам помогали в этом. И я думаю, что и в дальнейшем мы будем работать в этом направлении. После торжественной церемонии открытия губернатор региона за чашкой чая пообщался с маленькими новоселами и вручил ребятишкам подарки. После гостеприимного приема в своем интервью глава области еще раз подчеркнул, что семья – это самое главное в жизни взрослого и ребенка. И как отрадно, что детки, в свое время лишившись родительской любви, вновь обрели ее в тепле и заботе домашнего очага семьи Ерназаровых. Самое главное, что они очень имеют большой эффект, потому что, ну что такое семья, полноценная семья, когда ребенок сирота и когда в его, например, получается, есть и братьки в этом доме, есть и сестры в этом доме, есть папа и мама, это очень дорого стоить. И в этом направлении будем дальше продолжать мою работу.